добрый день дорогие друзья мы начинаем наш урок понедельник главе торы хукат значит у нас события закончились на том что агрон умирает мы знаем что он умер на горе гор монстротиум получается умер духовно все его наследие рухнуло когда мы перебились в гражданской войне между левитами и сынами израиля теперь мы вернулись всевышний нам подарил амалека мы его разгромили написано что агрону было 123 года когда он умер на горе гор он умер первого ава 2487 года это был пятый месяц после этого мы отправились от горы гор пришли в цельмону а после цельмоны пошли прошли в пунон и написано начал роптать народ на машина всесильного общимся мы уже опять пришли к тому на что мы много раз натыкались недовольны мы были в пустыне все нам не подходило и всевышний прислал ядовитых змеев сарафов у них горячий яд они нас убивали реально жаль любивали мидраж пишет что они были толщиной в бревно были страшные змеи и куда деваться мы прибежали к маше мы решили спасай молись всевышнему мы согрешили маша естественно как всегда молится просит всевышнего всевышний говорит возьми выруби себе змея и каждый кто будет смотреть на змея будет выздоравливать поставок змеи будет кусать маша вырубил медного змея прикрепил его на шест и когда на змеи кусали мы молились всевышнему и перед глазами у нас был этот змей потому что мы своим языком пускаем я когда мы говорим злоязычием занимаемся то так и пускает своим языком яд змей и вот мы знаем за что мы страдаем и когда мы раскаиваемся искренне молимся всевышнему то мы выздоравливаем этот змей не убрал змеев не убрал всевышних не убрал потому что если он сразу убрал змеев то надолго ли нас бы хватило и а так мы знаем что нас будут кусать и мы все-таки боимся просто когда уже нас кусает мы тогда со всей силы начинаем молиться и это работает этот змей был очень долго пока царь хиский яху его не разрубил потому что через много лет когда мы уже жили в стране к наан дошло до того что мы начали ему воскуривать воскурение как будто это божество какое-то и царь хиский яху взял его разрубил и мудрецы признали его правоту что правильно сделал тогда после этих событий вышли из а вот а пришли то есть из пунона это стоянка за за пунон где змеи нас кусали пришли в а вот а из а вот а пришли в ей говорим что на границе моава потом написано что выше из има мы пришли ей говорим как же вали выйти из има то скорее всего здесь происходят события степи моава а кто на нас набросился в степях моава это были цари эмарейские сихоны ох и очевидно так мы их разгромили то и говорим стал гимом то есть это у нас не первая история что меняется место у нас было такое что когда мы подходили к морю суд чтобы перейти его там тоже поменялось название ей говорим стал гимом там есть такое тоже место то есть пришли вы и говорим вышли среди моря в пустыню и вышли из има и пришли среди моря в пустыню шур вот там тоже место меняет здесь тоже очевидно поменялось потому что события битвы с сихоном и он будем потом это разбирать потом написано что мы пришли в долину зерат и потом написано очень интересная фраза говорят сказители как сказано в книге воин с бога ваге в суфе и потоки арнона что это за фраза такая какой ваге в суфе какие потоки арнона нам об этом ничего не сказано что это такое но мы же с вами знаешь что такое суф это похоже что это море суф которое нам всевышний раскрыл и мы по нему прошли посоху среди моря это чудо мы понимаем потому что мы его знаем а что такое потоки арнона не знаем но очевидно это что-то тоже большое и мы узнаем из нашей устной традиции что же произошло были скалы через которые мы должны были пройти в пустыне и они были эти горы они были расположены напротив друг друга так что если человек говорит на одной горе было слышно о другой эти горы были рядом мы должны были всем народом проходить между этих гор эмареи засели на одной скале а с другой стороны засели майвитяне и они нас поджидали мы должны были пройти между эти гор а они бы нас забили камнями мы пали в ловушку но не тут то было всевышний взял и сдвинул эти горы между собой и раздвинул и шипы вошли во впадины где скрывались наши враги после этого всевышний развернул речку этот поток арнон и пустил между этих скал и когда мы шли нам навстречу идет эта река и мы смотрим что кровавая река идет навстречу и там части человеческих тел что произошло это всевышний так нас спас и поэтому мы знаем что такое потоки арнона то ваге в суфе и потоки арнона то есть нас всевышний в очередной раз сберег в пустыне то есть врагам у нас убивать не давал если бы решили да мы погибали за наши грехи и погибали мы от мора который всевышний наводил от огня это мы знаем но никогда нас враги не касались особенно после того как мы получили тур один раз амалек нас действительно убивал когда мы говорили если бог среди нас или нет это было в рефидиме но это еще до дарования торы за несколько дней а вот теперь после того которую получили как бы ни было мы погибали от мором погибали от огня погибали от змеев но ни в кое случая не от руки человека вот так то есть высший нас берег невзирая ни на что и всегда надеяться что мы будем все хорошо вести на что мы с вами и надеемся что мы дойдем до такого уровня что всевышний нами будет доволен в первую очередь написано что тот кем люди довольны тем и всевышний доволен вот надо хотя бы стараться быть такими людьми чтобы люди были нами довольны на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха парноса кавана мазал то что мы это время не грешили изучали тору урок был дан за поднятие души яков бен нахум владир бен григорий павел бен ефим хая малка бот-йосиф мира бот-аврагам роза бот-михаэль самуил бен герш памяти ури бен харитон мендель бен мендель за здоровье светлана бот-клара шимон бен и цхак борис бен мария анна бот-ривка полина пер бот-сони сура лена бот-клара жена бот-ида анна бот-клана евгений бен софия двой раб от мирям моисей бен ева ирина бот-двойра йосиф бен раиса инесса бот-маэль евгений бен берта евгения бот-ита фира бот-анна геннадий бен елена леор бен клара вадим бен татьяна юлия бот-бела мазал парноса сгула ирина бот-ури арон аре бен-ури шедух арон аре бен двойра денис бен нахум авигал бат-сара за парноса и бриют владимир бен рая марина бот-рая борис бен марина всем все самое лучшее делитесь этим видео с друзьями до следующих встреч надеюсь это будет завтра в 15.30 блин это